Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я ментор, мотиватор, человек, который помогает создавать счастливую, осознанную жизнь и достаточно успешную. И сегодня я подготовила для вас супер-классное видео, в котором вы узнаете, я поделюсь с вами своим опытом о том, как каждый день я ходила 10 тысяч шагов, и вот что я поняла. Поверьте, это будет видео, в котором вы найдёте огромное количество инсайтов, ну и самое главное, если вы любите контент, который мотивирует, вдохновляет и буквально подрывает с места, то вы находитесь на правильном канале. И с самого начала я хочу попросить вас сделать такой бонус, подписаться на канал, поставить лайк этому видео, вам несложно, учитесь быть благодарными, и поверьте, Вселенная будет вам это отдавать. Итак, перед тем, как мы, собственно, с вами начнём, буквально несколько слов про себя. Я ментор, мотиватор, помогаю людям, как я уже сказала, создавать счастливую, осознанную, успешную жизнь. С 2009 года я занимаюсь бизнесом, поэтому я очень хорошо разбираюсь во всём, что связано с бизнесом, маркетингом, продажами, финансами. У меня было много различных, ну как много, несколько бизнес-направлений. У меня было ведущее свадебное агентство в СНГ, самая большая школа свадебного бизнеса, цветочная сеть, сервис аренды детских платьев, маркетинговое агентство. В общем-то, я занималась, по сути, одними и теми же вещами, компетенциями, которые мне нравились, просто вводила их в разные сферы бизнеса. И ключевое, как оказалось, что я люблю делать, что у меня отлично получается, это, собственно, как я говорю, заправлять других людей топливом. У меня, кстати, есть классное видео на канале, я его как раз недавно сняла, про то, за что менторам и мотиваторам платят миллионы. Посмотрите его обязательно, если вы его не посмотрели, потому что оно реально очень клёвое, и вы также и зарядитесь от него, и поймёте, почему мотиватор на самом деле, это прям надо, знаете, ну, я бы сделала это профессией, но тут очень важно иметь талант. Итак, более 50 тысяч учеников, более сотни обучающих программ, ментор, который работает напрямую с разными людьми, помогает достигать людям тех результатов, которые им нужны, живу в городе Киев. Ну, давайте пусть этого будет достаточно. Если вам интересно, я думаю, что вы найдёте очень много информации в моём инстаграме, кстати, ссылочка у меня есть под этим видео. Давайте погнали к теме. Итак, почему взяла эту тему вообще, при чём тут эти 10 тысяч шагов? Вы знаете, всё случилось, как обычно, это бывает очень внезапно. У меня есть маленькая такая коуч-группа «Фокус». Я их запускаю там каждые три месяца, и вот у нас собралась группа. В этой группе обычно 6-8 участников, и мы изначально транслируем свои цели. Ну, то есть вот я прихожу 6 недель, эта группа идёт, и мы работаем над какими-то целями своими. Вот знаете, как вроде бы знаю, что делать, вроде бы понимаю иногда очень конкретно, но не делаю, да, вот не могу этого совершить, понимаю, что надо, а не могу. И вот как раз с такими запросами мы часто, ко мне, точнее, часто в группу приходят разные девушки. И вот в этот раз приходят девушки, и вдруг одна говорит «Я хочу похудеть». Я говорю «Слушай, ну, как-то у нас группа не про похудение, мы тут вроде как не про спорт». Она говорит «Вот ты понимаешь, да, не про похудение, не про спорт, и она стала с предыдущего потока. Но вот мне с тобой так нравится, так классно, я по бизнесу двигаюсь, а вот я про похудеть, вот я никак не могу, я знаю, что с тобой смогу, хочу начать к этому двигаться». Вторая говорит «У меня там такая-то цель, такая-то, и я тоже хочу похудеть». И третья говорит «О, так и мне надо». И вот мы начинаем обсуждать там разные какие будут инструменты, способы, и одна говорит «Вот я хожу». И я вспоминаю, что я тоже, когда началась война, я переехала в Италию на какое-то время, я для того, чтобы себя как-то выровнять и найти точки опоры, начала активно там заниматься спортом, бегать и ходить. И вот эти 10 тысяч шагов, как говорит мой мужчина, маркетингово придуманные, неважно, я их начала нахаживать, и у меня получалось и 15-20 тысяч шагов. Но это стало таким, знаете, моментом, что нужно сделать обязательно. И я говорю «Девчонки, ну давайте я вас поддержу, и тоже буду ходить эти 10 тысяч шагов». И остальные участницы говорят «О, так и мы будем ходить 10 тысяч шагов, что же нам теперь?». И вот мы отправились в этот эксперимент, и то, что дальше перед нами открывалось, те инсайты, они просто буквально меня поражали, потому что как из такого простого действия, как вроде бы шаги в 10 тысяч шагов, можно увидеть о себе очень много, понять вообще о структуре достижения целей очень много. Ну, короче, это интересно. Кстати, в конце я подготовила для вас очень классный мотивационный подарок. Это будет кодовое слово, которое нужно будет написать мне в директ в Инстаграме, если вы хотите его получить, и мой помощник Бот вам его пришлет. Так что смотрите и слушайте внимательно, а еще лучше возьмите карандашик и что-нибудь запишите. Очень круто, когда вы с видео можете доставать инсайты. Для меня крайне важно, чтобы мои видео были для вас, знаете, такой вкусной, классной пищей для мозга. Не шлак всякий посмотрели, шлак тоже нужно, ничего не отвергаю, это как конфетку пососать. Но все-таки классно, когда вот эта пища нас трансформирует. Погнали! Итак, первый мой вывод. Звучит следующим образом. Если есть цель, есть результат. В моем телефоне есть банальное приложение, шагомер. Оно там живет как бы само по себе. И, возможно, в вашем тоже. И можно посмотреть, сколько шагов в день вы ходите, ну, по крайней мере, с телефоном. Да, там обычно мы сейчас очень много ходим с телефоном. И вот я увидела, что когда у меня была цель ходить в 10 тысяч, я ходила в 10 тысяч. А сейчас у меня бывает там 2 тысячи, 5 тысячи, 3 тысячи, полторы тысячи. Там разное количество. Ну, бывает чуть больше. Но до 10 доходит очень редко. И в тот момент, когда я сказала, что мы ходим в 10 тысяч шагов, что я сделала? Я начала это контролировать. Я стала проверять, а прошла ли я 10 тысяч. И когда я вижу, что я, ну, 10 тысяч не прошла, то что я делаю? Я иду их и дохожу. То есть первый мой инсайд был, что когда цель поставлена, то тогда ты на нее ориентируешься. И если ты думаешь, что как-то я там нахаживаю, да, или как-то там я буду эти деньги зарабатывать, как-то я там этот бизнес открою, как-то я там с кем-то познакомлюсь, ни хрена, как-то, ну, скажем так, запрос как-то работает сильно хуже, чем конкретный запрос, что именно я хочу. Дальше. Инсайд номер 2. Поскольку нас группа участниц, а каждая девушка в нашей группе, ну, практически каждая, это предприниматель или активно действующий, или собирающийся там чем-то заниматься и сейчас находящийся в стадии развития. Как вы понимаете, жизнь это не только про ходьбу. То есть у нас есть свои задачи. Кто-то приехал с утра в офис, кто-то там чем-то занимается. То есть у нас у всех своя география. И бывает такое, что, например, ты едешь, ты едешь день, едешь в поезде. И вот у нас одна из участниц едет в поезде целый день. И она говорит, то есть я понимаю, ну, как целый день, там, какую-то часть она прошла, но не было у нее времени походить. И она сбрасывает нам видео, где в тамбуре она ставит телефон и начинает ходить шагами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И таким образом дохаживает несколько недостающих тысяч шагов. И это потрясающий инсайд. Потому что, когда у нас есть цель, и мы держим слово, мы дожимаем. Вспомните, как часто, когда вы пишете какой-то план на день, и вы такие, ой, блин, не сделал, ой, не получилось, ой, хотел сегодня пойти в зал, не пошел. Хотел сегодня видео записать. Знаете, как я вот сейчас уже, я уже с утра записала большое видео, там, для своей коуч-группы Фокус. Сейчас я еду на фотосессию, тут у меня была тренировка. Знаете, сколько причин было в моей голове сегодня это видео не записать? Так же, как я его не записала вчера или позавчера. Но у меня есть план в данном случае на неделю. Я понимаю, что вот завтра уже будет поздно его писать, в четверг я его не запишу там и так далее. И я просто открываю и говорю, это твой план, и ты должна его сделать. И у тебя это написано. И я сажусь и записываю это видео. То есть, когда у вас есть ваш план, и вы человек, слово, учитесь им быть, вы это делаете. Если бы у вас это не было, вот если бы у нее не было записано 10 тысяч шагов, она бы не ходила по тамбру. Она бы не топталась там, она бы спокойно спала себе на своей полке, отдыхала, ела бы шоколадку в прикусочку, да, и прекрасно проводила время. Но она пошла ходить, потому что есть цель, потому что у нас есть группа, мы отчитываемся с этими целями. Понимаете, это супер крутой инсайд. То есть, если есть цель, ты ищешь возможность ее реализовать, потому что это твоя цель, потому что тебе сегодня это надо. И ты это делаешь. Дальше. Очень важным инсайтом для меня стало то, что супер важно в этом всем, кто с тобой рядом. Например, когда ты один, я пообещала себе ходить 10 тысяч шагов. Я такая думаю, да не пойду сегодня. Ну блин, устала, ну не хочу, но в конце концов имею право отдохнуть. Так, у меня микрофон работает, мне это периодически дергается. Я могу съехать, но когда у меня есть группа, я знаю, что каждый вечером сбрасывает этот отчет, а я еще и во главе этой банды, мне как бы неудобно. Неудобно его не сбросить. Я думаю, ну как же, у нас же группа. Мало того, я понимаю, что если я не сброшу, то кто-то будет демотивирован. Да, и это работает. Мало того, тут есть такая интересная штука. Значит, у нас была такая ситуация, когда одна из участниц показывает, что дождь сильный идет. Она говорит, все, я сегодня закончила, и там 6 тысяч шагов бросает. Я говорю, подожди, какой дождь? Она говорит, ну дождь на улице, я не могу идти. Я говорю, ну так возьми зонтик и пойди под зонтиком. И она взяла зонтик и пошла под зонтиком, и прошла 12 тысяч шагов. Как вы думаете, что ощущает человек, который должен был лежать дома, да, это его выперло, что нуля ощущает, ненависть к тебе? Нет, он ощущает гордость. Вот каждый раз, когда я прихожу тренироваться на тренировку, а я тренируюсь 5 раз в неделю в среднем, тренер в конце спрашивает, у нас групповые тренировки, и он в конце спрашивает, ну как вы себя чувствуете? И кто-то говорит, хорошо, лучше, устал, а я всегда говорю одно, ощущаю гордость. Почему? Потому что мне было в лом идти естественно, потому что мой мозг естественно противился. То кондиционеры не работают, то, блин, куча дел, то просто хочется поспать, то просто еще что-то. Сатурн не так встал, Юпитер жопой повернулся. Но я ощущаю каждый раз гордость, гордость после тренировки, потому что, мать твою, так бы я могла ее не сделать, а так и сделала. И также я ощущаю гордость за свое тело, за то, как я выгляжу, за то, сколько мне лет. Я ощущаю гордость. Вот то же самое ощущаете вы, который сказал себе, все, я не могу, это все, это мой предел. А оказалось, что это ни хера, не твой не предел, что ты можешь не только цель выполнить, ты ее можешь перевыполнить. И вот это тоже крутейший инсайт был для меня, когда она встала, пошла и потом говорит, я могу. То есть вы можете гораздо больше, чем вы можете себе представить. Просто вы ленивы, просто ваш мозг все время вас тянет назад, а вы-то можете. Следующий пункт. Ну, это вот, кстати, мы сюда плавно к нему перешли, что третий пункт у нас был, важно, кто рядом. А четвертый, это когда ты раньше не мог этого сделать, а теперь можешь. Пятый пункт. Соприкоснулся с остальными. Это начинает к себе прорастать уважение. Когда вы вырабатываете в себе новую привычку и регулярно ее поддерживаете, это называется каждый день, вы как будто бы выращиваете маленький цветочек. Вот вы посадили семечко, и ничего не видно, земелька. И вы там смотрите на нее, смотрите, но вы ее не бросили и ушли. А вы ее продолжаете поливать, удобрять, даже не видя никаких побегов. И вот в какой-то момент вы начинаете понимать, что у вас это становится привычкой, что вы не забываете про это, что у вас это уже не вызывает такой стресс. У вас это вызывает желание сделать. Мне нужно сегодня сделать. Вот у меня сегодня, например, часы, ведь я уже с часами стала ходить. Вот у меня сегодня 4140 шагов. То есть еще как бы нормально ходить, но я сегодня еще не ходила практически. Вот, как не ходила. Ну, то есть вот не занималась этим. Да, я каждый день делаю какую-то проходку, мне это вообще прям помогает. Вот, еще этим не занималась, но вот уже доходила. То есть, когда ты начинаешь понимать, что у тебя это входит в привычку, ты начинаешь себя уважать. А уважение к себе, это, знаете ли, дорогого стоит. Потому что, когда я уважаю себя в чем-то, то, собственно, я начинаю уважать и в другом. Когда кто-то начинает по отношению ко мне вести себя некорректно, я думаю, стоп, почему он себя так ведет со мной? Почему я так думаю сейчас? Потому что я хотя бы в чем-то начала уже уважение к себе проявлять. У огромного количества людей проблемы с уважением к себе. То есть, почему? Потому что обесцененность, потому что не понимаете, за что же вас уважать, что же вы такого сделали. Ну, это вечная такая советская, постсоветская история в нашей голове. Да, полная обесценка, люди рабы, все должны, и уважать себя не за что. Нет. Когда ты осознанный, когда ты начинаешь это взращивать, и ты понимаешь, я себя уважаю, я умею что-то делать, я умею чего-то достигать. И ты начинаешь это уважение уже требовать от других людей. То есть, это классно работает. Дальше. Когда у нас есть определенная цель, вот она у нас есть, мы начинаем думать о том, как ее изначально встроить, чтобы выполнить. Пример. Когда у меня не было цели ходить в 10 тысяч, мне было, в принципе, все равно дойти до магазина какого-то, или до какой-то точки, или доехать на машине. И, конечно же, я выбирала машину, потому что это проще, быстрее. Но сейчас у меня есть цель 10 тысяч шагов. Я понимаю, что я могу эти 10 тысяч шагов потом нагулять просто, ну, там, сколько мне нужно, да, такое бесцельное хождение ради 10 тысяч, а могу встроить свой день, например, не поехать в магазин, а пойти пешком, не поехать в зал, а пойти пешком. И это время еще нагрузить чем-то, например, послушать что-то, что мне надо. Я часто бывает там какие-то сообщения пишу, общаюсь со своими клиентами, пока я иду. То есть я встраиваю, мне нужно дойти до зала, я туда не доезжаю, а дохожу, и в это время еще какую-то работу делаю. То есть я как бы встраиваю эти шаги между дел. То есть они у меня как бы делаются. Ну, вы бы могли сказать, слушай, ну ты же могла бы на машине там подъехать, это было бы быстрее. Но в некоторых случаях это не про быстрее. В некоторых случаях мне выйти на 15 минут раньше, чем просто 15 минут проторчать дома, например, за которые я не могу сделать какое-то действие, да, там, записать видео или еще что-то. А вот освобожденный вечером час от натаптывания шагов может дать мне конкретный час времени, когда, например, сижу и записываю вам это видео. То есть когда у нас есть цель, мы думаем, как ее встроить. Когда есть цель похудеть, я думаю заранее, как мне приготовить завтрак, где я пообедаю. То есть а не просто нажралась, и сижу вечером, такая, блин, что-то я это. Когда у меня есть цель, например, не знаю, привести в порядок свой Инстаграм, или там создать какой-то продукт, или что-то наладить, я на это настраиваюсь, и я ищу пищу для мозга, я ищу энергию, я ищу людей, которые меня вдохновляют, или там, которые мне нужны. У меня эта цель есть. Когда этой цели нету, еще раз, я ничего не ищу, я не вижу никаких возможностей, я ничего не использую, я просто, у меня просто нет этой цели. Понимаете? Суперважно. Дальше. Конечно, это такой инсайт мой, скажем так, который у меня очень давно уже живет, я о нем знаю, но я в который раз в нем убедилась. Значит, я ходила, натаптывала шаги, ну, наверное, недели три. Две или три. Регулярно. У меня нет ни одного пропуска. Я вот сюда даже сейчас специально вставлю эти шаги. Ни одного пропуска. И тут наступает вот этот день. Видите, там один день, потом второй день, потом третий день. Вот этот день. Этот день я провела прекрасно, как говорит моя подруга. Видимо, это был очень хороший день. Да, я перебралась с дивана на кровать и еще до кухни чуть-чуть. Мы провели этот день чудесно. Я это знала, я себя не корила, я понимала, что наш день. Но потом начался второй день. Он уже не был таким нашим, но я как-то тоже его не дотяпала. Потом начался третий день. Он уже тоже совсем не был нашим, но все равно в нем было много нас, и мне не очень хотелось отрываться от вот этого какого-то нас. А потом я поняла, что участницы группы начинают делать то же самое. Они говорят, ну, я посмотрела, ну раз Ермиловой можно, ну я выдохнула и подумала, и мне можно. И я поняла, что таки нет, что таки действительно общество, да, на тебя равняется, каждый по-своему, и что это фигня. Но самое главное, я поняла другое, что если ты выпал, выпадать очень легко из любой привычки, очень легко. Да, да я только разок. Но встроиться в нее, ты не запрыгиваешь обратно, ты из вагончика выпрыгнул, а для того, чтобы тебе запрыгнуть в уезжающий вагончик, тебе нужно несколько сделать попыток. И я впрыгнула в вагончик, и, как вы видите, снова вернулась на свою ходьбу, на свою цель. И это очень хорошо транслирует нас в жизни абсолютно во всем. Потому что для того, чтобы расслабиться, нам нужно выработать сильную, мощную привычку, которая становится частью нас. Ну, например, очень у многих людей была такая проблема, особенно я училась в университете культуры, и у нас была сценична мова. И очень у многих людей есть какой-то диалект. Кто-то гэкает, кто-то шокает, кто-то там что-то говорит, усталкивает. Ну, у каждого есть свои моменты. Не потому, что он плохой, а потому, что он в такой среде был. И для того, чтобы это убрать, на этом нужно сфокусироваться и поработать над этими звуками, контролировать себя. И другие контролируют тебя и показывают на это. Ну, я не в плане толпы, а в плане там учителей. Потом в какой-то момент ты лишаешься этого, то есть ты настолько привыкаешь говорить правильно, что ты уже неправильно и не можешь сказать. И это становится частью тебя. И так любая привычка. Если вы никогда не делали, например, по вечерам не умывались, не знаю, вам это знакомо, мне в подростковом возрасте это очень хорошо знакомо не смывать косметику, то вам нормально лечь с косметикой. Но когда у вас выработалась привычка очищать кожу, даже если вы пьяные, блин, даже если вы какие-то там, не важно какие, вы все равно пойдете умываться, потому что у вас есть этот инкстинкт, я не буду ложиться спать неумыто, да, то есть ничего страшного, что ты и так проснешься с отелками вообще после такого вечерка, но тем не менее, вот это тоже важно понимать, что привычка, она вырабатывается, и нам для этого нужно время. И спрыгивать с нее тогда, когда у вас еще остается страх, типа, блин, а что если я спрыгну? Нет, вот, когда вот страха нету, то вы с ней уже и не спрыгнете, все, вы будете эти шаги наматывать автоматически, то есть вы уже будете по каким-то траекториям странным ходить, не знаю, по лестничкам бегать, но у вас уже это будет. Эта история не только, еще раз, не только про 10 тысяч шагов, это метафора, метафора, но она очень четко работает. Погнали дальше. Дальше. Такой интересный момент. Конечно, в группе у нас несколько человек, и что я вижу? Некоторые регулярно пишут отчеты, а некоторые нет. Иногда. А кто-то никогда. И тут инсайт заключается в том, что вот те, кто по природе своей сильной, сильный, привык, привык быть игроком, привык побеждать, его эта команда стимулирует, в принципе, быть сильным, даже если эта цель не его цель. Ну, то есть, например, я, не моя задача 10 тысяч, ну, то есть, я не худею, у меня нету этой задачи, но я сказала, что я с вами. И вот мой характер, характер еще там некоторых участниц, он в этом проявляется, им важно, она сказала, я сделала, как это, как это я откажусь? А те, кто привык сливаться, они все равно периодически сливаются, они все равно периодически находятся в оправдании, я сегодня 10 тысяч прошла, 8, я сегодня устала, я сегодня то, я сегодня это. Это проявление того характера, который сформирован у вас на данный момент. Я не верю, что человек, вот он всегда всю жизнь одинаковый, нет. Это то, как вы проявляетесь на данный момент. И да, есть люди растут, да, есть те, кто ходят, раньше вообще никогда не ходила, сейчас проходили половину дней, я все это понимаю, но вот это очень проявляет, вот лидеров вы всегда так найдете. Лидеры, они всегда, они не могут в себе этого спрятать, они всегда будут соревноваться, они всегда будут в игре, они всегда будут искать способ достигнуть этого любой ценой. И, ну, вот это как раз тут и есть момент, что сильные подтягиваются, остальные по-прежнему ищут оправдания и делают не те, кому реально нужно, а те, у кого есть характер. Это очень такой серьезный момент. Девчонки говорили мне еще про некоторые инсайты, про то, что, например, когда ты начинаешь заниматься спортом, ходьбой, ты начинаешь больше обращать внимание по сторонам, у тебя начинается больше взаимодействие с мужчинами, да, видимо, это когда, это открытая история. Я, кстати, могу вам сказать, что когда я начала бегать, это было в Италии, я прям уже знала все точки, где кто когда на меня поворачивается. Я бегала по одному маршруту практически каждое утро, вот, по-большому, много километров бегала, по центру Флоренции, и действительно, это очень мотивирует, когда ты бежишь, и ты хочешь уже сдохнуть, и ты видишь, что сейчас стоят эти военные там на каких-то постах, они на тебя смотрят, они улыбаются, и ты такая, типа, нет, у меня есть силы, и это тоже прекрасно. Я думаю, что на тему 10 тысяч шагов можно написать, на самом деле, целую большую книгу о том, к чему это может приводить. Но я хочу вам сказать одно, неважно, какую привычку вы можете взять, вы можете взять все, что угодно, и поэтому очень хорошо увидеть и расшифровать себя похлеще любого психолога. Я точно знаю, что для меня самым весомым и существенным фактором является всегда окружение. Сама с собой я могу такой цели просто не поставить, например, сказав, что она мне не очень-то и нужна, или ссылаясь на какие-то поблажки в виде того, что у меня и так каждый день тренировки, у меня есть дети, у меня есть незапланированные вещи. Но когда я нахожусь в сообществе, в группе, я понимаю, что я либо могу быть лидером этой группы, либо проявляться в том числе как лидер группы, либо быть в хвосте. И для меня вот этот момент принципиальный. Именно за это я обожаю все эти коуч-группы, ну, все эти, свою коуч-группу, людей, которые ко мне приходят, потому что всегда можно собрать себе классную компанию, в которой ты растешь и в которой ты не можешь слиться. Я это про себя очень четко увидела. Помните про то, что мы на самом деле такие, как мы сами думаем о себе. То есть, когда вы изначально говорите, что я сегодня не успею, у меня сегодня другие эти, у меня что-то болит, мне мешает погода, у вас ничего и не получится. Не получится, и даже не надо эти сказки при баутке петь. Ну, не получится. Но когда вы говорите себе, а если я найду возможность, а если я хочу, я хочу измениться, и я могу начать с чего-то простого. 10 тысяч шагов это супер-классный инструмент для начинания изменений в самом себе, потому что это то, что вы точно можете делать, то, что напрямую, на что вы напрямую влияете, то есть вам для этого не нужны никакие вещи. И если честно, иногда у меня бывали такие ситуации, когда я по комнате дохаживала, например, 500 шагов, потому что у меня была цель. Я понимала, что я сейчас буду ложиться спать, а 500 шагов у меня не дохожены. Я, кстати, заметила, что когда я хожу с часами, то у меня бывают показатели значительно выше, иногда в полтора-два раза, чем когда я просто хожу с телефоном, потому что часы считают полностью всё. И иногда я знаю, когда я прошла днём с телефоном, что 10 тысяч шагов на телефоне это ещё плюс 5 тысяч без телефона. Но вопрос ведь того, что мы фиксируем циферку, и это тоже интересный момент и нюанс. Всё это фигня, все эти шаги фигня, но не фигня, это то, как нас такие действия формируют, то, как они дают нам какой-то скелет, какую-то константу. Многие мои подруги, знакомые говорят мне, зачем ты ходишь, ты так худая, зачем ты так часто тренируешься, ты так худая, зачем ты вот это не делаешь, ты так худая. Я стройная, потому что у меня на это направлен фокус моего внимания. Мои ноги – это не прекрасная генетика, а результат работы ежедневной моей над моей фигурой. И, возможно, если бы 40 лет назад, ну ладно, давайте 30, я, или там даже 20, окей, я бы сказала, да не буду ходить в зал, да потом как-нибудь, да сейчас все нормально со мной, да не буду это делать, да не буду, и, возможно, я бы выглядела совершенно иначе. Но я не хочу этого проверять. Мне нравится не только быть стройной, мне нравится быть сильной, мне нравится быть выносливой, мне нравится иметь возможность легко подниматься на любой этаж, когда выключен свет, мне нравится, что мое тело сильное, выносливое, молодое, это означает, подтянутое, это если говорить про это. Но мне нравится мой характер, мне нравится, что любая ситуация, которая происходит в моей жизни, не воспринимается как катастрофа. Я просто на это смотрю, как на 10 тысяч шагов, которые нужно выполнить, и думаю, ты не можешь их сегодня выполнить, ты не знаешь сейчас, как в этой ситуации себя повести, тебе кажется, что у тебя нет выхода, потому что ты в поезде, тебя никто не поддерживает, но это совершенно не обязательно, люди не обязаны тебя поддерживать, ты можешь потопать и сама. Любую ситуацию я проецирую как эти 10 тысяч шагов и смотрю, что я могу с этим сделать. Потому что если вы не можете разобраться даже с банальными шагами, если вы не можете заставить себя по утрам приседать 30 раз, если вы не можете с собой договориться о ряде каких-то банальных, регулярных действий, то о каком суперуспехе вы говорите? О чем вы мечтаете? С чего вы взяли, что когда-то вы станете богатым, красивым, знаменитым, успешным, что у вас будут что-то покупать? Очень часто ко мне приходят, например, какие-то пишут консультанты, девочки, коучи, и вы, извините, говорите, я не знаю, что с собой делать, я ничего не могу придумать, я там т.д. Но если вы не можете сами себя зажечь, то с какого хера скажите, пожалуйста, к вам кто-то должен приходить, чтобы вы что сделали? Чтобы вы что? Искусственно это не работает. Все всегда начинается с себя. Эта цепочка работает так. Найдите того, кто зажжет вас, зажгите сами и зажигайте кого-то. Мир так устроен, и это прекрасно. Знаете, закон сохранения энергии, энергия, физика, я так запомнила это, энергия никуда не исчезает, ниоткуда не выходит, никуда не исчезает, она просто перетекает из одного состояния в другое. Приблизительно так. Вот у нас с вами такая же история. Мы с вами на самом деле все переносчики, и нам в какой-то момент самим просто нужно наполниться и расшириться, мы не можем что-то кому-то дать, потому что мы сами пустые, пустые, и мы не можем даже пройти гребаные шаги. Мы не можем себя заставить сделать ничего, потому что у нас здесь миллиард причин и обесценивания. Нахера эти шаги, нахера это то, нахера это сё. У нас всегда должно быть в жизни константа то, что мы делаем регулярно, постоянно, и то, что заставляет нас себя уважать и гордиться. В моей жизни это обязательный спорт, это в данном именно времени моменте это мои шаги, и это работа с моими ученицами в коуч-группе фокус, потому что с ними я регулярно встречаюсь раз в неделю. Есть у меня настроение, нет у меня настроения, хотелось бы мне сейчас заняться чем-то другим или нет, это моя константа. И вы знаете, мы приходим туда иногда как на станцию подзарядки, такие, каждая как-то доковыляла, потому что что-то произошло за неделю. И дальше случается сублимация, потому что история про то, когда встречаются люди, объединенные одним общим интересом, это всегда очень круто. И у нас после этого и шаги, и прыжки, и бизнесы, и отношения много всего разворачиваются, потому что, чего мужчинам не понять, так это то, что у женщины всегда всё связано, у нас всё всегда плотненько. Если вам, кстати, интересно узнать больше о коуч-группе Фокус, пожалуйста, у меня под видео есть ссылка, вы можете перейти, почитать, посмотреть, это не для всех, но тем не менее для кого-то точно подходит. Ну и, собственно, я, по-моему, вам обещала подарок. Но я хочу ещё раз вам напомнить, может быть, вы в какой-то другой момент включили это видео, что мне сейчас очень важно, очень ценно получать от вас любую обратную связь в виде комментария и, конечно, ваши лайки и подписки. Я возвращаюсь на канал, сложно поднимать канал после того, когда долгое время отдыхал, но я всё-таки решилась это делать, давать вам вкусную, классную, полезную, ценную пищу для мозга. Поэтому давайте будем учиться благодарности. Вам это не сложно делать, раз уже вы меня смотрите, а меня это задорит и мотивирует для вас стараться. Итак, теперь о подарке. У меня есть очень классный продукт, который я когда-то записала. Он есть, вы его получите в аудио формате, и вы его сможете читать в PDF формате. Что это такое? Это называется манифест осознанности. Вы можете написать слово манифест мне в Instagram, и вам мой бот пришлёт ссылку на эту всю историю. Я вам рекомендую этот манифест слушать по утрам, и идеально, если вы в какой-то период времени будете открывать файл и прочитывать его вместе с моим голосом. Он прекрасно, шикарно настраивает вас, буквально накачивает энергией на вашу жизнь. Он возвращает вас и напоминает вам о том, что вы хозяин этой жизни, что вы можете создавать её такой, как вы хотите, что у вас есть всё для того, чтобы у вас максимально всё в жизни получалось. Я в этом убеждена. Так что, заходите в Instagram, не забывайте подписаться, если вы там не подписаны. Ссылочки все находятся в описании. Я надеюсь, что я ничего не забуду и не проклюкаю. И я вам безумно благодарна за то, что вы смотрите, за то, что вы выбираете этот контент, этот канал, наполняете свою голову такими смыслами. И если вас это включает, мотивирует, зажигает, наполняет, что-то с вами классное происходит, напишите. Потому что, если происходит что-то плохое, то вы не досмотрите до этого места. Всё. Ваша Оля Ермилова. Наши с вами 35 классных минут. Обожаю вас. И пусть у вас всё получается.